Сейчас мы начнём, но сегодня мы будем работать немножечко по-другому. At first we'll learn the new material. Сначала мы выучим новый материал. And then, at the end of the lesson, you'll do the test. А затем в конце урока вы пройдёте тест. Окей? So, if you don't mind, let's start. Итак, если вы не возражаете, начинаем. The theme of our lesson today is usage of other modal verbs in English. Тема нашего занятия сегодня – использование других модальных глаголов в английском языке. Вы уже знаете много модальных глаголов в английском языке и их эквивалента. And today you'll have a look at such modal verbs as shall, will and would. Ну, а сегодня мы рассмотрим модальные глаголы shall, will и would и случаи их употребления в английском языке. And now we'll start with the modal verb shall. Начнём с модального глагола shall, который, как правило, никогда не бывает чисто модальным. Мы с вами помним с предыдущих занятий, что глагол shall может выступать для обозначения будущего времени для первого лица, единственного им множественного числа. I hope you remember it. Да, я надеюсь, вы это помните. Окей. Глагол shall соединяет своё модальное значение с функцией вспомогательного глагола, обозначающего будущее время или действия. Мы это вспомнили. Он выражает намерение говорящего, то есть принуждение или приказ, угрозу или предупреждение или же обещание. Yeah, now you are having a picture, yeah, from the film Shall We Dance. Помним? Это у нас кадр из кинофильма с Ричардом Гиром. И, если я не ошибаюсь, Дженнифер Лопес, да, потанцуем. Shall We Dance. Окей. Как правило, модальный глагол shall не переводится на русский язык, как, собственно, модальный глагол. Его значение передаётся выразительной интонацией и может обозначать принуждение или строгий приказ. Да, принуждение – это compulsion, а строгий приказ – strict order. В этом значении модальный глагол shall всегда употребляется со вторым или третьим лицом и очень выделяется ударением. Сейчас я немножко остановлюсь и вспомню, напомню вам, да, что если мы говорим о будущем времени, да, то модальный глагол shall употребляется только для первого лица. В значении же модального он употребляется со вторым или третьим лицом. Она уедет завтра же, это маленькая интриганка, энергично заявила миссис Седли. И в данном случае shall go off, да, модальное значение уедет. И чтобы нам было понятно, что это модальное значение, мы видим, что данный глагол употребляется с третьим лицом. Ребята, все, если это понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. То есть, если вы в примерах видите, что shall употребляется со вторым и третьим лицом, это однозначно модальное значение. Отлично. Окей. Хорошо. В вопросительных предложениях модальный глагол shall употребляется в первом и третьем лице, чтобы спросить о желании того, кому адресована просьба. Да? Вот смотрим. Если в утвердительных предложениях второе и третье лицо, то в вопросительном предложении будет первое и третье лицо, если речь идет о просьбе. Shall I shut the door, madam? Do you want me to shut the door? Да, и в скобочках дано толкование. Закрыть дверь, сударыня. То есть, мы можем, если дословно перевести, должен ли я закрыть дверь, да, хотите ли вы, чтобы я закрыл дверь. Вот в этом значении shall употребляется с первым и третьим лицом. Первое лицо – это I, we, да, или третье лицо – это he, she, it, they. Ага, окей. Понятно? Да, замечательно. Shall he go there? Do you want him to go there? Идти ему туда? Да, и вот смотрим. Shall с третьим лицом. Да. Идти ему туда? Должен ли он туда идти? Вы действительно хотите, чтобы он пошел туда? Вот это модальное значение глагола shall. И обращаем внимание, что после этих модальных глаголов shall, will и would, да, которые мы рассмотрим дальше, опять же употребляется голый инфинитив, да, то есть инфинитив без частички to. Это мы помним. И есть несколько исключений, когда у нас to – это I am to go, да, be, в значении модального have, в значении модального, послемодального глагола ought, и такие, как to be allowed, to be supposed. В значении угрозы или предупреждения. Threat – угроза, warning – предупреждение. В этом значении модальный глагол shall всегда употребляется со вторым или третьим лицом и едва-едва выделяется ударением, да, то есть в данном случае логическое ударение очень незначительное. Например, that's the last time she cried, you shall never see me again. Это конец, закричала она, вы больше никогда не увидите меня снова. Да, и вот в принципе мы здесь shall never see, мы можем и не выделять. Да, то есть это угроза. Да, если вы так со мной будете обращаться, больше вы меня никогда не увидите. Я уйдусь, больше не вернусь, все. Вот такая угроза. Угроза, скажем так, существенная, а вот интонация незначительная. Угу, is it clear? Ребят, понятно? Ну, что касается вот этих модальных глаголов shall, will и would, это нужно потом будет после вебинара еще раз все хорошенечко прослушать и разобраться в примерах. Потому что, на первый взгляд, ничего сложного, но если всмотреться, да, и разбираться, то может быть что-то непонятно. Окей, хорошо. You shall repent of this neglective duty, Mr. Gummer. Вы еще раскаетесь в том, что пренебрегаете долго, Mr. Gummer. Да, repent, это у нас пренебрегать. Вернее, раскаиваться, да, пренебрегать чьим-то долгом, это neglective duty. Угу. Окей. Следующее значение shall в роли модального это обещание promise. В данном случае модальный глагол shall всегда употребляется со вторым или третьим лицом и едва выделяется ударением, как и в предыдущем случае ударением практически не выделяется. Don't be afraid, Jane. I saw it was an accident. You shall not be punished. Не бойся, Jane. Я видела, что это произошло случайно и тебя не накажут. Да, вот если бы это произошло случайно, если бы эта Jane намеренно что-то хотела сделать тогда, so in that case, she will be punished, да, тогда она была бы наказана. И опять же мы смотрим, да, если глагол shall употребляется со вторым лицом, это однозначно модальное значение, модальный глагол shall. Shall в значении модального. Угу. I shall make you happy. You shall do what you like. Я сделаю вас счастливой. Вы будете делать, что хотите. И вот замечательный пример, да, вот смотрите, у нас в данном примере два предложения. И в обоих предложениях есть глагол shall. Но в первом предложении shall выступает в роли вспомогательного глагола будущего времени, да, а во втором случае, во втором предложении shall выступает в роли модального. И что нам указывает на модальность, это второе лицо you. А что нам указывает на вспомогательный глагол будущего времени, это первое лицо I. Да, я сделаю тебя счастливой, я сделаю вас счастливой. You shall do what you like, да, и будете делать, что хотите. Угу. Clear. Понятно? Ребята, so, if you have any questions, so don't be shy, hesitate and ask. Если у вас все-таки по ходу возникают какие-то вопросы, вы, пожалуйста, задавайте. Угу. Окей. Угу. Найс. And now we'll come to the modal verb villa. Ну, а сейчас мы переходим к модальному глаголу villa. Модальный глагол тоже вряд ли можно считать чисто модальным глаголом. Он обычно, как и глагол shall, сочетает в себе модальное значение с функцией вспомогательного глагола, выражающего будущее времени. И мы помним, да, что для выражения будущего времени употребляется глагол will для всех лиц и чисел. Да. То есть, если помним, мы сдаем куда-то экзамен, то для выражения будущего времени в первом лице мы употребляем все-таки глагол shall. Во всех остальных случаях мы употребляем глагол will. Если же речь идет о повседневном употреблении глагола will, тогда мы его употребляем и с первым лицом тоже. Да. I will read it next week. Я прочитаю это на следующей неделе. We will read it next week. You will read it next week. Угу. Окей. Вспомнили. Молодцы. Модальный глагол will может выражать волю, намерение или настойчивость говорящего. And at first we look at it in the meaning of volition or insistence. Да, сейчас мы рассмотрим значение глагола will в роли воли изъявлений – это volition – и намерение – это insistence. В большинстве случаев данное значение модального глагола передается в русском языке при помощи усилительной интонации, но иногда употребляется глагол хотеть. Глагол will употребляется со всеми лицами, но в основном с первым лицом. Да, мы помним, что если речь идет о втором и третьем лице, тогда мы употребляем модальный глагол shall. Да, чтобы вы здесь не запутались. Если речь идет о модальности глагола will, тогда он употребляется в основном все-таки с первым лицом, хотя может и со вторым и третьим, но в основном с первым. And some examples, yeah? Скажите мистеру Брауну, что это трусливое письмо, сэр, трусливое, я на него не отвечу. Да, и вот смотрите, I will not answer it, я на него не отвечу, то есть я не захочу на него отвечать. Я не хочу на него отвечать и вряд ли когда-либо захочу, да? Вот у нас слово хочу. Is it clear? Ребята, это понятно? Ой, молодцы, здорово. Пока все легко и понятно и просто, да? Отлично. Хорошо. And some more examples, yeah? What is this? Who is this? Turn this man out. Clear the office, cried Mr. Fenn. I will speak, cried the man. I will not be turned out. So emotional, yeah? Очень эмоционально это все. Что это? Кто это? Выставьте этого человека за дверь. Очистите помещение. Закричал мистер Фанк. Нет, я буду говорить, крикнул человек, меня не выставят. I will speak, я буду говорить, то есть я хочу говорить. В данном случае я буду говорить, можно заменить выражением я хочу говорить и буду это делать. И меня не выставят. То есть я не хочу, чтобы меня выставили. Everything is clear, great. Очень часто модальный глагол will употребляется после союза if в условных предложениях, в которых остается его модальное значение волеизъявления. И мы с вами помним, да, быстренько вспоминаем о сложно подчиненных предаточных условиях и времени, когда после союза if у нас не употребляется будущее время, а только настоящее. Так вот, если вы if, после if видите употребление глагола will, очень часто это говорит о том, что данный глагол имеет модальное значение. Yeah? You may laugh if you will, but I was sure I should see you there. Вы можете смеяться, если хотите, но я был уверен, что встречу ее там, да? Вот смотрите, я встречу ее там. I should see. В данном случае should выступает не в роли модального, а срабатывает правило согласования времен, да? А вот will выступает в роли модального. Окей. It's clear. Nice. Модальный глагол will также может употребляться в вежливых просьбах. Например, will you have a cup of tea? Вы будете чай? Вы хотите чаю? Will you give me a piece of bread for I am very hungry? Передайте, пожалуйста, кусочек хлеба. Я очень голоден. Да, will you give? Мы помним, что will указывает на плайтность, на вежливость и выступает в роли модального. Это мы с вами на это обращали внимание, когда изучали будущее время. Будущее простое, да? Future simple tense. Да, запомните, да, запомните хорошо. Не путать модальный глагол will со вспомогательным глаголом will в американском варианте английского языка, который употребляется со всеми лицами. Да, I will do it in time. Я сделаю это вовремя. You will do it in time. He will do it. She will do it. It will do it. We will do it. And they will do it. Да, то есть внимательно смотрим на контекст, на ситуацию и разбираемся, в каком значении выступает глагол will. То ли это вспомогательный глагол будущего времени, да, то ли это модальный глагол will, или все-таки это эквивалент американского английского. Next. Настойчивость or persistence, да, которая может выражать глагол will, который относится к настоящему или будущему времени. Например, so some examples again. Don't tell me, but I will tell you, repeat it, Sykes. Не говорите мне про это, а я все равно скажу. Да, повторил Sykes. И вот, а я все равно скажу, мы можем перевести, а я хочу говорить об этом. Помним о глаголе хотеть, который мы можем перевести на русский язык? She begins to act very strangely. She will not speak, she will not eat. Она начинает вести себя очень странно. Она не желает говорить, она не желает есть. Да, она не хочет ни есть, ни говорить. Опять же. Угу. Окей. Угу. Найс. Clear, I hope. Да, я надеюсь, все понятно. Угу. Молодцы. Модальный глагол will употребляется, если речь идет о неживых предметах, о говорящей чем-то раздражен этими предметами, да, то есть присутствует элемент персонификации. Да, то есть, чтобы понять, вспомнить, да, школьный курс стилистики, что такое персонификация, это если какие-то неживые предметы обладают какими-то человеческими качествами, характеристиками. Например. It is no use trying to open the door. It will not open. Не стоит пытаться открыть эту дверь. Она не откроется. Да, то есть, вот дверь закапризничала, заупрямилась, и она просто не хочет открываться. Вот хочу – откроюсь, хочу – нет. Вот в данном случае. It will not open. В данном случае она не хочет открываться. Она не откроется. Угу. Окей. Угу. That's all as for the modal verb will. Да, что касается модального глагола will, это все. Now, let's pass to the modal verb would. Переходим к модальному глаголу would. Опять же, мы с вами помним, что модальный глагол would, вернее, нет, не так, что глагол would может выступать не только в роли модального, но мы вспоминаем, что это может быть вспомогательным глаголом будущего времени в прошедшем, да, когда речь идет о согласовании времен. Угу. Это мы вспомнили. Например. He said he would do it next day. Он сказал, что сделает это на следующий день. Да, он сказал и сделает. Сказал прошедшее время, поэтому he would do it. Ну, и в качестве модального он также может выступать и выражать воле, изъявление или настойчивость, которые относятся к прошлому. Нет, воле, изъявление, in English is volition, да, по-английски это volition. She was going away and would not say where she was going. Она уезжала и не хотела сказать, куда едет. Ну, вот не было у нее такого желания, не желала сказать никому, ни о чем, да. Да, she would not say. Угу. Угу. The next meaning is настойчивость, да, persistence. I asked him not to bend the door, but he would do it. Я попросил его не хлопать дверью, а он все продолжал хлопать. Угу. Ну, то есть настойчиво хлопал дверью, наверное, чтобы someone, yeah, to make someone pay attention to him, да, чтобы заставить кого-то обратить на себя внимание. He would do it, да. Угу. Он продолжал хлопать. Several times he tried to get away, but she would not let him go. Несколько раз он пытался уйти, но она его ни за что не отпускала, да, но она не хотела, да, чтобы он уходил. Она его удерживала всячески. Угу. Окей. The same is that модальный глагол would do употребляется, если речь также идет о неживых предметах, да. Например. And that was all he could see, for the sudden doors wouldn't open, and the blinds wouldn't pull up. Ибо это было все, что ему было видно, двери портшеса никак не открывались и занавеси никак не поднимались, да. То есть не хотели открываться двери и не хотели подниматься занавеси, да. И мы с вами тоже помним, что речь может быть о какой-то персонификации, да, когда неживые предметы обретают качество человека, да. Вот, например, желание хочу откроюсь, хочу нет, хочу поднимусь, хочу нет. Вот в данном случае и произошло у нас с дверью портшеса и с занавесками. И что касается нового материала, на самом деле материала об этих модальных глаголах не так уж и много, потому что особо сказать нечего, но тем не менее нужно разобраться, да, чтобы не запутаться. Основное правило мы помним, что если мы видим shall в третьем и во втором лице, это у нас модальность. Если мы видим will would, да, в первом лице и во всех остальных тоже, то это тоже, что модальность. Что модальность, значение модальности может переводиться и не хочет, да, при помощи вспомогательных глагола хочет. Я не хочу, мы не хотим, они не хотят. И неодушевленные предметы, да, неживые предметы приобретают качество человека. То есть они каким-то образом оживают. Окей. So, if you have any questions, you may ask them. Если у вас есть какие-то вопросы по данному материалу, да, по данным глаголам, вы можете их задать. If you don't have any, we'll do the test. А если уж у вас нет вопросов, да, то мы сейчас перейдем к тесту. Так, если вопросов нет, поставьте минус, пожалуйста, и мы будем делать тест. Прекрасно. У всех мило, всем все понятно, да. Но, I want you to pay attention. Я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, that in our today's test you are having 20 sentences. Что в сегодняшнем тесте у вас 20 предложений, да. И я постаралась как бы кратко этим небольшим тестом 20 предложений, да, у нас всегда тесты были по 20, просто 10 у нас было на закрепление и 10 на новый материал. А вот этот тест я составила, старалась несложный тест составить на повторение абсолютно всех модальных глаголов, которые мы с вами выучили. So you are welcome. Ну, пожалуйста, делаем. Be more active, please. Немножко поактивнее, пожалуйста. Ну, так, так. Ну, еще кто-то будет отвечать или комментирую? Угу. Так, я поняла. Никто больше не хочет отвечать или как? Да. Ну, что я вам могу сказать? Что я вам могу сказать? В общем, процентное соотношение, в общем-то, где-то 3 ответа и поровну, да, количество ответов приблизительно одинаковое. But the correct answer is be. Ребята, правильный вариант ответа be, may, да, смотрите, комментируй, почему be. I may go out tonight if I'm not too tight. Я могу сегодня выйти погулять, да, если я не буду слишком уставшей. Мы не можем сказать, что я должна выйти погулять. Нет. И я физически могу. То есть получается, что сегодня я физически могу, а вчера и завтра что? Физически у меня что-то с ногами? Да. То есть я могу. Я могу себе это позволить. Поэтому правильный вариант be. Кто ответил be, молодцы. Окей, next. То есть be attentive, да, этот тест немножечко сложноватый, не настолько легкий, как обычно, потому что здесь повторение абсолютно всех модальных глаголов. Угу. Продолжаем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас обеспокоенность, озабоченность, что полиция может и не найти правду, да? Потому что если мы выбираем must, предложение не имеет смысла, да? Полиция не должна узнать правду, и полиция не следует знать правду. То есть с точки зрения логики это неправильно, да? А вот обеспокоенность наша, да, worries, да, наша anxious, тогда, да, the police may not find out the truth. Угу, окей, next. Просто гораздо проще отвечать на тесты, если вы знаете, что мы учим определенные глаголы. А вот когда они все в перемешку, тогда это гораздо сложнее. Угу. 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 Продолжение следует... Ну, ну, еще немножечко. Такие, хорошо. Now let's have a look at it. You're at your answers. So the correct answer is C. Правильный вариант ответа C. Почему? May I take your pen? Могу ли я взять твою ручку? Да, я спрашиваю разрешение. Не может быть. Не can I take your pen? То есть могу ли я взять твою ручку? То есть человек сомневается, физически ли он способен это сделать или нет. Да? И следует ли мне взять твою ручку? Непонятные какие-то размышления, да? А вот May I take your pen? Можно я возьму твою ручку? Могу ли я ее взять? Это правильный ответ. Молодцы. Добавил субтитры. Ну, ну и ещё немножко. Окей. Ну, радует, радует, да, молодцы. Правильный оси. Why not? Нет, объясню, почему. Да, нельзя оси. Правильный вариант B. Не A, не синий может быть, потому что после May и после must употребляется infinitive без two. Да, голый infinitive. Всё, be attentive, да, поэтому внимательно, пожалуйста. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok Так, отлично. Ну, уже радует то, что мы знаем, что после глагола May у нас употребляется голый infinitive без частички to. Отлично. И хочу вас порадовать, что в данном варианте возможно два правильных ответа. И A, и си. Молодцы. Хотя большинство из вас выбрали вариант A. Ну, и си тоже может быть, да? Угу. Молодцы. Угу. 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 Так, Вячеслав Ковалевский, прям грядушим, а и си, понятно, хорошо. Да, умницы, молодцы, конечно же, вариант B, да, почему B, почему не может быть ни A, ни C, потому что если мы выбираем либо A, либо C, тогда предложение не имеет логического смысла, да. Слишком простая, слишком простое упражнение, да, поэтому тебе не следует пользоваться словарем. Угу, умницы. Ура, да, найс, молодцы. Ура, да, найс, молодцы. Ура, да, найс, молодцы. Еще кто-то? Молодцы, правильно. Ответ A. Отлично, потому что после must и may у нас голый инфинитив без two. Отлично. 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 C-O-A. So, the correct answer is C. Да, только C, правильный A не может быть, потому что мы с вами помним, что вспомогательный глагол have to, он у нас образуется отрицательное предложение, вопросительное по правилу образования вопросов и отрицательных предложений, present simple, да? I have to do it. Я должна это сделать. I don't have to do it. Да, I will have to do it. Поэтому, Екатерина, только правильный ответ C. A is impossible to use. Окей, хорошо. Так, в смысле? Почему написано закрыто, не поняла? А, да, значит, мне подсказывает, что после того, как я комментирую, после того, как я комментирую, да, вернее, перед тем, как я, во время моего комментирования, да, скажем так, тест закрывается. То есть успейте ответить, пожалуйста, до того, как я начну комментировать ваши ответы. Окей, хорошо. Так, что там у нас десятые, ага. Ну, да. Так. 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 Ну что, еще кто-то будет отвечать или комментирую? Окей. Хорошо, комментирую, да? So, the correct answer is A. Молодцы, правильный вариант A. Почему? Потому что мы смотрим на предложение. Вы во время теста не должны выходить из аудитории. Почему нельзя вариант B? Потому что это неправильная грамматическая форма. Я только что выше об этом объяснила. Когда вместо I haven't мы не можем сказать. Мы говорим I don't have to do. И I can't вы не можете физически выйти или как? То есть мы помним, что can – это наша физическая возможность что-то сделать. Или умственная. I can swim – я умею, могу плавать. I can read – я могу, я умею читать. Окей. И заинтересован – это нормально. И так». Продолжение следует... Так, ну... Да, Максим, спасибо. Ну, ничего страшного, мы все люди, мы все ошибаемся, все хорошо. Александр Сергеевич, все нормально. Так, Си, отлично. Да, Максим, не нервничайте так. Значит, смотрите, все правильно, правильный вариант ответа, да? Да, мы не можем войти в музей без билета, да? То есть мы физически туда не попадем, да? Потому что у нас нет билета. Би не подходит, потому что это неправильная грамматическая форма. Отлично. Да, мы это усвоили. Вообще никто не ответил, молодцы. Ну, и Маслент, мы не должны заходить в музей без билета. Ну, почему же? Это неправильно, потому что у нас есть какие-то некоторые музеи, куда вход бесплатный, билеты не нужны. Поэтому единственный правильный вариант – это Си, Е, Райт. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Все ответили, да, кто хотел? Комментирую. Ну, в общем-то, меня радует, что практически все ответили правильно. Да, совершенно верно. Это вежливый вопрос, да, поэтому good. Молодцы. Продолжение следует... Ну, Максим, а что вы ответите? Продолжение следует... У нас есть в конце last night, вчера вечером. А если вчера вечером, тогда have не может быть, да, только had. Да, хорошо. Да, Михаил, умница, past time. Да, прошедшее время. The action happened in the past. Да, действия, которые произошли в прошлом. Молодцы. Молодцы. Продолжение следует... Угу. Угу. Умнички. Yeah, well done. Потрясающе. Да, практически все ответили правильно. The correct answer is A. Опять же, когда я учился в школе, когда я ходил в школу. Школу я давным-давно закончил, поэтому didn't have to. Молодцы. Ну, это сложное предложение, да, здесь идет о названии, да, книги, но тем не менее, да, попытаемся ответить правильно. Угу. Так, кто же это у нас такой чемпион? Молодцы. Молодцы. Продолжение следует... Ну, еще кто? Что-то все меньше и меньше желающих отвечает дальше. Так, ребята, к сожалению, очень мало. Четыре человека ответили правильно. Да, и правильный вариант B. А теперь смотрим. Даже смотрим и разбираемся, вспоминаем. Даже если не вникать в смысл предложения, да, предложения очень сложные, но мы можем посмотреть только на форму глагола. И мы с вами вспоминаем, что после модальных глаголов, да, или вспомогательных глаголов, у нас употребляется гол инфинитив. Инфинитив без to. Не настоящее время, не прошедшее время после модальных и вспомогательных глаголов быть не может. Да, вот если бы это было could have или could organize, да, тогда это было бы возможно. Но у нас could organize и could have не может быть, то есть это грамматически неправильно. So, the only correct answer is B. Да, единственный правильный ответ – это B. Could have organized. Ну, запутала я вас немножко, да. So, be attentive, да, поэтому будьте внимательными. Спасибо. Спасибо. Еще кто-то отвечает. Окей, комментирую. Запутала я вас сегодня очень хорошо, да. Правильный ответ – C. Да, мне не разрешают приходить домой после полуночи. Ни A, ни B – это неправильные формы. Да, should not be allowed было бы правильно. May not be allowed, да, потому что to be allowed to do something, да, разрешать кому-то что-то делать. Опять же, будьте внимательны, пожалуйста, yeah. So, be more attentive, please, yeah, to do the text correctly. Угу. 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 Все, все ответили, кто хотел. Ну, радует, прекрасно. Практически все ответили правильно, да. И вариант правильный A. I'll be able to. Молодцы. Look and be – это неправильная форма глагола. Такой формы нет. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, еще кто-то? Да, ребята, это предложение на сегодняшний материал. Ну, в принципе, да, половина, половина ответили правильно. Что радует? Да, правильный ответ B. Да, you shall not search. Ты не должен обыскивать мою комнату. У тебя нет, это право. Да, я тебе запрещаю. Ну, правильный ответ B. Молодцы. Спасибо. 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 Ну, еще кто-то. Комментировать или еще кто-то отвечает. Так, ребята, правили? Нет. Да, Оля, совершенно правы. Вы правильный вариант ответа A. The guests are supposed to buy flowers for the hostess. Мало того, что… Вячеслав, да, отлично. Значит, вы ответили правильно, судя по эмоциям. Да, мало того, что это у нас модальность, да, предполагается, да, предположение. Предполагается, что гости копят цветы хозяйки дома. Мы еще с вами учили вот это выражение «to be supposed to do something» и когда изучали страдательный залог. Поэтому, пожалуйста, повторите. Ну и последнее предложение на сегодня. Спасибо. 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 Еще есть желающие. Спасибо. Так, хорошо. Ну, смотрите, ребята. А вот здесь правильный вариант ответа C. Да, и здесь would выступает в роли глагола вспомогательного будущего времени. Всего-навсего, да, срабатывают правила согласования времен. В полночь Сара все еще работала, а она на следующий день будет уставшей. В общем, вот так вот я вас немножечко запутала. Вот, значит, что я хочу сказать. Ну, в принципе, да, результаты неплохие. И я думаю, что вы себе делали отметочки, где вы ошиблись. И я бы очень хотела вас попросить, чтобы вы летом грамматику повторили. Ну, потому что мы с вами на лето прощаемся, встретимся. Да, к сожалению, да, вы, тем не менее, сделали слишком много ошибок. Но я говорила, что это, в принципе, нормально. Потому что если мы изучаем определенные до 2, один модальный глагол, либо 2 на занятии, то это один вариант. И я вам всегда давала тесты на закрепление и на повторение. А если мы берем тест на все модальные глаголы, которые мы изучили, и тогда получается, что это немножечко сложно. Ну, ничего, you'll do it nice next time. Да, в следующий раз вы все это сделаете очень удачно, хорошо и успешно. I hope you'll revise the material during the summer. И я надеюсь, что вы все-таки будете повторять пройденный материал летом. And I hope to see you in September. И надеюсь увидеться с вами в сентябре. Thank you so much. Да, и вам спасибо огромное за участие в вебинарах и за хорошие теплые слова. Same to you. Have a good vacation. Have a nice summer. And have a nice rest. Bye-bye.